добрый вечер дорогие друзья с вами мария карпинская на канале новое планетарное телевидение веду свой репортаж с кухни о целебной еде которую мы используем сегодня потому что на дворе лето и в лесу и на лугах растет много целебных растений и так первая часть нашей передачи было о том что мы сделали состав из лесных трав здесь вот находится и даже листочек как это листочки такие как розы да и здесь очень много разных вот здесь каша которая еще не размолота это еще будет одна можно вместо такой каши добавлять любые другие пробовать каши и здесь сныть здесь крапива здесь щавель здесь мирорис здесь что там еще напомните если мне еще какие-то травы а зайча трава или кислица она называется волшебная трава и здесь я добавляла еще подорожник здесь же бросала подорожник здесь же лебеда и что еще я уже вот вот все травы которые по удалось встретить по дороге кроме одуванчика все здесь но вот пол кастрюли я уже сделала и вот смотрите эта кастрюля уже пустая здесь я размешала все это с кашей добавила туда муки обычной добавила разных приправа которых я говорила первую очередь конечно куркума но все что было короче все и добавила и слепила шарики и вот у меня получили шарики которые следующая стадия их они будут обжариваться я уже говорила что пища в индии готовится она готовится как бы для богов и преподносится богам мы уже преподнесли все богам а теперь у нас следующая партия 2 и одну партию мы уже съели вы даже не представляете вот сныть она содержит и крапива столько белка что когда ты съедаешь такое ощущение что ты съел там килограмм картошки хлеба и всего подряд и вообще наелся очень сильно вот уже жареные шарики сейчас покажу вот так они выглядят очень привлекательно очень красиво и вот как идет процесс самой обжарки вот здесь вот здесь вот новые шарики поступили да вот здесь кипит масло если вы увидите это масло не становится вот канцерогенным в него попадают те же самые лечебные травы подсолнечное масло мы вот поставили вот так кастрюльку чтобы было удобно подперли ее и вот такие ниже ближе к этому по стеночке зачем бросаешь по стеночке и мы делаем вот так бросается они кипят они вот они весь и кипят по стенке попробуй опустить по 6-7 штучек бросается может больше вот масло кипит вы можете представить что в этом масле не раздуется канцерогенов в масле объявляется все эти целебные травы и масло тоже становится подсолнечное нерафинированное мы используем используем становится целебным мы так ставим кастрюльку для того чтобы меньше масла использовать вот я уже говорила что сюда я клала и соль и все и да я нет не лила сюда никакой воды эти шарики просто трава то она же мокрая и вот когда мы разминаем ее руками с мукой и с кашей то она дает еще больше воды плюс приправы плюс соль все это по вкусу но мы не кушаем мы просто все это по ощущениям кладем ну и вот шарики я уже говорил вот как какие то вот эти поджаренные даже больше вы даже не представляете насколько это насколько это вкуснятина слов нету как вкусно и вот эти шарики это чистый белок их можно совершенно спокойно брать класть морозилку они могут лежать до нового года до чего угодно потом вы достали шарики вот смотрите когда я укусила шарик да там внутри зеленая трава вот там даже видно что вот это вот розы лепестки то есть это все посмотрите как зелено как здорово все просто классно вот и все это живое это живая настоящая пища она исцеляет меня попросили рассказать о свойствах тех тикоросных трав которые растут в лесу и на лугу и которые я обычно собираю съедобных правда мне кто-то сказал маша если люди узнают об этом не останется в лесу не мира рис они не мир не этого не сныти ничего все будут собирать но вы знаете столько крапивы столько сныти столько вот этой дикой петрушки и других разных трав что если люди будут собирать то это замечательно но это еда которая достойна самых высоких ресторанов вот так я готовлю пищу вместе с сашей и мы вот это все кушаем я не говорю о том что чай мы тоже заварили я уже говорила мы собрали вот посмотрите тоже чай в чае те же розочки опять травы вот это вот сныть я уже говорила я потом расскажу вот это вот это лесная так называемая на морковку похоже петрушка дикая а на самом деле миррорис 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 да вот так как-то называется ой здесь у меня все подряд лежит но вот здесь это у нас липовый цвет так вот если взять цветочки и просто взять и покушать то это будет обалденно а вот здесь это то что мы заваривали в чай здесь и листы смородины здесь и клевер ну вот вы видите все что здесь есть ну и здесь тоже вот у нас березка которую мы тоже будем использовать это все травки которые а здесь водичка которая из родника вот такая вкуснота такая пища она заменит вам любое мясо любые яйца все что угодно в следующий раз я хочу сделать внутрь еще рис с рисом не только с кашей до пшенкой она попробовать с рисом который липкий вот который разваривается можно попробовать с другими разными кашами и я хочу попробовать это с манкой это ведь тоже интересно поэтому пожалуйста вот проб разных полно в индии это делается с коноплей вот такие папа коты походы я их называю по хотенью по моему хотенью по щучьему велению а в россии это можно делать со всеми травами и это безумно вкусно спасибо вам большое с вами была мария карпинская пожалуйста делитесь моими видео в фейсбуке там же в под ютубом написано поделиться так вот вы делитесь и распространяйте и ставьте лайки чтобы все таки как можно больше было народу потому что вот почему я ставлю рекламу да потому что хотя бы там за полгода тысяч пять набирается это пять тысяч для того чтобы оплачивать сайт и все такое прям что так же было сложно поэтому я вас прошу помогать мне немножко вот таким образом это несложно все всего вам доброго и так наша кухня наша плита вот так она выглядит вот такая наша кухня здесь много всяких приправ смотреть на нее приятно вот сашечка отойди немножко и вот здесь вот так вот все это ну сейчас вроде бы бардак а еще мы там квас сделали но на самом деле все очень здорово и здесь у нас шторки тоже вот и у нас сегодня вот это все обжаривает саша александра вот делает такую вкусняшку все спасибо вам большое всего доброго с вами была мария карпинская